22 июля 2013 года в Ярославль из служебной командировки на Северный Кавказ прибыл сводный отряд УМВД России по Ярославской области. Встречу полицейских прибыли руководители подразделений УМВД во главе с начальником управления, генерал-майором полиции Николаем Ивановичем Трифоновым. Товарищ генерал-майор, личный состав сводного отряда, прибывшего из служебной командировки Северокавказского региона Республики Дагестан. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищ генерал-майор! Время всего я хотел бы поздравить вас с благополучным возвращением на родную ярославскую землю. Мы приветствуем вас. Я хотел бы выразить самые глубокие слова признательности и благодарности за ту нелегкую работу, которую вы делали в Республике Дагестан. Мы выполняли задачи по целостности России. Это важные государственные задачи. И мы прекрасно понимаем, с какой целью мы направляем личный состав в Республику Дагестан. И самое главное, вы задачи выполнили и в полном объеме все живы, здоровы возвращайтесь на историческую родину. Сегодня вы будете встречаться с друзьями, близкими. Это очень хорошо, что вы выполнили долг. И самое главное, Управление Министерства внутренних дел благодарит вас за эту работу. Как говорят в народе, вы не опозорили Управление Министерства внутренних дел. И спасибо вам за это. А сейчас приступим к награждению личных составов. За образцовое выполнение служебного долга на территории Северо-Кавказского региона, выполнение служебных обязанностей в условиях сопряженных риском для жизни, проявленное при этом профессиональное мастерство, смелость и мужество, наградить денежной премией. Старшего командира отделения ОМОН МВД. Я был направлен командиром сводной группы ОМОН. Мы несли службу на стратегически важном объекте Геморинский автодорожный туннель. Задачей группы были выявление незаконно провозимого оружия, наркотических средств, членов незаконно вооруженных формирований. Преступников в розыске, автотранспорта, находящегося в розыске. Вот это были наши основные задачи. Результаты. Четверо человек в федеральном розыске, два автотранспорта, 26 единиц боеприпасов изъято, возбуждено два уголовных дела. Бытовые условия были очень хорошие. Жили в едином блоке, вагончики по 4 человека. Баня, душ, в общем, ну, в принципе, единственная, наверное, самая первая командировка, когда мы не были стеснены в бытовых условиях. Жили в predictable средства. Много раз, сон-сто от пожаров Продолжение следует...